так ребята хочу вам еще поведать одну наработку по поводу циррелозной губки вот такая вот есть циррелозная губка это фирма осака можно будет заказать где-то поискать в интернете вот такого плана чем она хороша для размывки для нанесения там сказать таких финишных покрытий вот как мы делали попробовали здесь довести этот образец до такого логического завершения здесь мы уже пользовались так сказать не шпателями наносили все вот эти перламутры здесь несколько там был и такое наносили непосредственно на вот такую губку и таким макаром да уже завершали размывку можно назвать или там еще кто как обзывает этот процесс тогда что у нас получается на то получается да материал остается наверху создают вот такую вот игру перелива можно там использовать так сказать и кисточку то есть перламутр нанесли на ли воск перламутр нанесли на сам материал да там чуть где-то торцанули 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 и размыли также можно например там тоже полусухой кисточкой да вот пройтись тогда тоже вот так на верхушках остается ну и потом же опять до домываем уже непосредственно вот этими губками целлюлозными или другое какое-то чем преимущество например от таких губок против этих или против этих они не оставляют эти например цепляясь за все наши заусенцы на штукатурке да оставляют следы они разрушаются то это она крепкая и никаких так сказать следов не остается и не остается материала да она не разрушается нет этих остатков губки у нас на нашей декоративной штукатурке вы можете взять это на вооружение и так сказать с успехом применять своих шедевры декоративных зообществ а да и вот вячеслав не подсказывает что после того как вы ее использовали вы ее помыли она может стать такой как мы называем деревянная да то есть чтобы вас это не пугало вы ее опускаете в воду и через какое-то время там 5-10 минут и она обратно станет такой же мягкой как и как ну как новая вот такое пожелание предложение поэтому не переключайтесь оставайтесь с нами далее буду пока